Если бы нам не обещали, мы бы, наверное, уже бы сидели как ровно. А это прорыли, колонки поставили. У нас на колонку только остался свинок, и как будто его похоронили. Газовый котел заменяет тумбочку, счетчик и трубы в доме лишь декорация. Стоимость бутафории – 70 тысяч рублей. Три года назад, когда было закончено строительство газопровода в Вележановке, пенсионерка Любовь Васильевна взяла оборудование в кредит. Женщину и других жителей заверили, что как только в доме будет установлена техника, голубое топливо не заставит себя ждать. Но газа нет, а обязательства перед банком есть. Ежемесячный платеж – 4 тысячи рублей. Это полпенсии. А ведь еще нужно топить печь и на чем-то готовить еду. На наш дом надо 6-7 тонн угля. Вот мы сначала берем 2 тонны, ждем газ, 2 тонны возьмем, вдруг нас подключит. Потом снова берем 2 тонны, потом еще тонну берем, чтобы как бы, ну все ждем. Обещают каждый год и в год по несколько раз жалуются люди. Газа ждут сотни человек. Писали многочисленные жалобы в администрацию, прокуратуру и уже готовы судиться с подрядчиком, который, по их словам, не выполнил свои обязательства. Вот обидно. В 2013 году администрация края заключила соглашение с Большим Газпромом, благодаря которому через 2 года в Вележановке должен был появиться 12-километровый газопровод. Появился, причем его полностью профинансировал Газпром. В 2015, когда объект построили, Ростехнадзор его не принял, выявив массу нарушений. Но, как нам пояснили сегодня в администрации Новоалтайска, проблему спустя 3 года наконец удалось решить. На сегодняшний день все замечания Ростехнадзора устранены. Поэтому надеюсь, что все-таки в следующей неделе, по заверениям Газпрома, этот объект будет ввел в эксплуатацию. Уже через неделю, по словам чиновников, люди забудут, что такое газовые баллоны и уголь. Правда, не все. К новому газопроводу подключится только 206 домов. Всего в Вележановке больше 600 владений. Больше половины жителей микрорайона продолжает грезить и слезно просить голубое топливо. Правда, и здесь администрация Новоалтайска заверила, что не бросит своих жителей и будет делать все возможное, чтобы дать газ всем жителям микрорайона. Хотя сколько на это потребуется времени, так и не ответили. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.